На остановке по проспекту Абая Арыки не накрыты плитами. Пассажиры, выходя из автобуса и люди, ожидающие общественный транспорт, испытывают массу неудобств. Чтобы перепрыгнуть через лоток, нужна недюжая спортивная сноровка. Преодолеть такое препятствие по силам не каждому. Особенно не просто пожилым людям и родителям с маленькими детьми. Для нас, женщин с детьми, конечно, трудно переходить через Арык. Здесь неподалеку школа. Маленьких детей очень много. Они вынуждены на дороге стоять и ждать автобус. Это какой-то беспредел. Неужели так трудно уложить плиты? А вот об остановке, расположенной на другой стороне дороги, коммунальщики уже позаботились. Лоток накрыли металлической решёткой. Правда, местных жителей это не обнадёживает. Они переживают, что с наступлением холодов здесь станет довольно травмоопасно. Зимой это вообще невозможно здесь. Ребёнок обледенелой решётке, ребёнок же переломает, все ноги туда наступят. Детская ножка туда провалится. Вы представляете, что это будет? Это на всю жизнь коллега. Я предлагаю бросить асбестовую трубу диаметром 300-400 мм по ширине АРХ. Забетонировать площадку, сделать от уровня тротуара до конца, до асфальта. И на этом вся проблема. Жители проспекта Абая уже 7 месяцев обивают пороги чиновников. Проблему обещали решить ещё в конце августа. Тогда ждали поступления средств из государственного бюджета на благоустройство остановок. Прошло больше месяца, а дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Теперь коммунальщики ставят новые сроки. В течение двух недель данные остановочные павильоны, то есть площадки, будут полностью приведены в порядок. В том числе и вот по проспекту Абая? Да, в том числе и проспекты Абая, Байтурсюнова, Аскарова. Говорю, в городе их насчитывается 30. Где это необходимо, конечно, будет бетоном, а где необходим будет железный расчёт, что крышка будет установлена. Сдержат ли свои обещания сотрудники ЖКХ на этот раз, покажет время. А пока пассажирам приходится осваивать новый для себя вид спорта – бег и прыжки с препятствиями.